Музыка Ребята, всем привет! На сегодня я подготовил для вас видео нового формата, в котором согласился поучаствовать Oldboy, за что ему огромное спасибо. Суть данного видоса в том, что вы увидите нарезки наших каток вместе с Oldboy. Но фишка в том, что во время игры я Oldboy буду задавать разные вопросы на тематику его карьеры, на тематику самой игры, и это будет даже как небольшое интервью. Ну а если вам формат понравится, тогда просто нажмите на лайк, ребятки, и если мы перешагнем цифру в 10 тысяч лайков, тогда я сразу начну готовить следующий выпуск. Но так как у меня были проблемы с микрофоном, сами вопросы я буду озвучивать дополнительно. К примеру, первый вопрос был, откуда появился ник Oldboy. Oldboy, откуда взялся? Слушай, на самом деле, многие думали, что это взялось из фильма, в первую очередь, из корейского, если знаешь о таком, да, фильме Oldboy. Вот, там где типа Челли какой-то кореец там крошил всех направо-налево. Вот. Отчасти, отчасти, в принципе, возможно, как-то он и связан с этим, да, потому что идея, она как-то пришла же в голову для пра-старого мальчика. Но, опять же таки, как такого, скажем, заголовка или подмысла какого-то определенного не было, что я именно хочу сделать никнейм на почве этого фильма. То есть изначально была мысль Oldboy, потому что хотелось придать этому тоже какой-то, знаешь, такой фишечки и особенности, потому что вот я задумался о различных никнеймах типа каких-то там успешных игроков в киберспорте, да. Вот. И для себя понял, что как минимум этого никнейма нигде нет, да и в целом это меня как такового олицетворяет, потому что я в свое время, ну, хоть и сколько мне, 20 лет, да, но в свое время, скажем, больше понимал, чем понимают мои сверстники в моем возрасте. Ну а следующий вопрос был, играешь ли ты с самого начала и почему именно PUBG Mobile? Мобильный PUBG, конечно, как только вышел, я от него рубился за что-то сутками напролет. Мне нравилось, потому что у меня очень неплохо получалось и мне это доставляло как-то, да, счастье и удовольствие по этому. Ну, я увидел, я увидел какие-то перспективы, да, в этой игре, что она развивается и не стоит на месте. Те же коллаборации, да, нынешние, которые проводятся от разработчиков с Ямахой, с Теслой, но говорят о том, что игра действительно не стоит и она продвигается. И то, что те игры, которые используют в киберспорте, ну, скажем, заработают себе какое-то имя в этой игре, да, вот, и они смогут чего-то здесь добиваться и, возможно, благодаря этой игре, скажем, заработают себе на жизнь, вот. У меня преследует именно цель того, что я хочу... У меня, в первую очередь, преследует именно цель того, что я хочу все-таки выбиться в люди, да, и понимаю, что в перспективе эта игра может мне дать эту возможность. Я очень благодарен тому, что у меня аудитория все-таки даже ко мне очень лояльна и любит. Это тоже дается клады. Ну и да, ребят, как вы понимаете, это первый видос такого формата, поэтому, если будут какие-то пожелания, обязательно, пожалуйста, напишите и в комментариях. Я все прочитаю и учту к следующему видосу. Добрал их. Ну и все вы, конечно, знаете мой уровень скилла, ребятки, я этого не скрываю, поэтому следующий вопрос, который меня и, я думаю, многих из вас интересует, ну а именно, как можно эффективнее поднять свой скилл, то есть улучшить свой стиль игры? Нет, если ты заинтересован, на самом деле, в том, чтобы, типа, знаешь, как-то очень действительно развиваясь свою индивидуальную игру, да, свой скилл, свой скилл в этой игре, то игра может еще и по большей мере, полигон, полигон, это такая штука, которая действительно дает развитие в этой игре. Ну и да, ребят, во время самой игры, конечно же, было очень много моментов, где Олдыч просто разваливал, в принципе, что неудивительно, ну а также были определенные забавные моменты, и я их решил просто не вырезать, а чередовать с вопросами, которые я ему задавал. Ух ты, как хорошо. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Бум, шо там, все уже, уже не так? Уже не так, да? Уже не так выпендривается. Не, я другого НОК. Ну там, вот, да он. Опа, ХАЕшечка, ну хорошенькую, сладенькую. Уже представляешь? Ну и после очередного НОКа, решил задать вопрос Олдычу насчет того, какую тактику он бы рекомендовал использовать для того, чтобы улучшить свой стиль игры. В игре, в игре, короче, суть такова, что коммуникация, она много решает, и ход мыслей твоих. Сейчас игра уже строится не на том, кто у кого перестреляет, а кто кого, как правильно сказать, не передумает, а... не, 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 перехитрит. Обманет это неправильное слово. Ну а мы идем дальше. Дальше вы увидите пару моментов, где у меня очень жестко все лагало, из-за того, что Олдыча узнали в самолете, и, в принципе, все, почти все прыгнули в буткэмп. Дальше вы увидите еще несколько интересных моментов, но после этого снова же перейдем к вопросам. Опять рабы? Ну дай бог, чтобы не читеры где-то были. Запомните эту фразу Олдыча, так как на тот момент мы сыграли уже очень много каток, и не встретили еще ни одного читера. А я не знаю, как так получается, кстати. А, читак есть все-таки. Накаркали. Посадим. Ну а теперь, как я и говорил, переходим снова же к вопросам. И следующий вопрос был, какой прицел ты предпочитаешь использовать в игре? Ну ни для кого не секрет, но любимый прицел это 4х. Вот, а так в целом, ну шестерка хорошая прицел довольно-таки, троечка, ну такой, для меня лично на любителя. не знаю, не могу сказать, почему. Может, цеху послепился не нашел, он не попрал. Это откуда? Попрал. Он за дверью. После того, как мы зачистили сосновку, ну как мы, мы поехали в починке. И по дороге в починке я заметил, что у Уолдыча нету скина на транспорт. Ну и я, конечно же, спросил, почему он гоняет без скина. без скинчика. Это секрет фирмы, в общем, без скинчика. Это такой, знаешь, такая фич, что ты можешь условно поставить машинку как дефолтную, потому что если машинка раскрашена, люди начнут пропагаться. И ты такой, опа, это здесь не то. Ну а после этого я задал вопрос на тему того, что портит нашу с вами любимую игру. Ну а если бы точнее, что он думает насчет читаков. К читакам я отношусь негативно, потому что, ну, это люди, которые используют нечестный код игры, то есть они знают изначально, где ты находишься. Некоторые даже пользуются АИМом, что есть не очень хорошо, потому что, ну, ты по большому счету толком ничего не делаешь. За тебя делает программа. Да. И, типа, а толку? Ну а в следующей катке мы прыгнули на контейнеры. Ну и я задал очень простой вопрос. В принципе, на какие конты, на какую пачку он предпочитает прыгать? Да по-разному на самом деле, в зависимости от разлетки. Если разлетка позволяет упасть на среднюю, какую-нибудь дальнюю, падаю на среднюю, дальнюю, если разлетка не позволяет, а позволяет на ближнюю самую упасть. Вообще, чем ближе, тем лучше, потому что быстрее оружие возьмешь. Соответственно. Поэтому. Ну а потом я решил задать более личный вопрос, но если быть точнее, каковы были его успехи в школе. Вообще, вот честно, я в школе не отличником был. Да и, какому-то ужникам тоже не был. Скажем, троечник. Троечник это прямое описание. То есть мне просто, я мог учиться, как бы, да, у меня было какое-то, не понимание, просто мне было денег. И вот. И вот так сложилось, что мебельный пап, я думаю, классно, что так сомпало. Ну а так как Oldboy очень крутой киберспортсмен, само собой, следующий вопрос был именно на эту тему. То есть, какие перспективы и вообще, какие планы на будущее. В целом, короче, сейчас у нас из турниров, основной турнир, собственно, к которому мы сейчас все готовимся, командой, которую я собрал, собственно, новую эру, которую я, ну, ну, все-таки, что-то услышал, знаешь, может быть, вот, ПМСО, ПМСО, я думаю, всеми именитый турнир, да, который сейчас разыгрывает серьезную сумму, это 5 миллионов долларов. Вот, собственно, на этом турнире, да, помимо того, что мы будем играть этот турнир, чтобы ты понимал, на секундочку, скорее всего, получим сразу, если выиграем, понял, то есть, первое место либо ЦИСа, либо Европы, получая сразу либо два, либо три инвайта на последующие турниры. То бишь, это проходка на плановый турнир ПМСО, это проходка на World League и это проходка на Pro League и, возможно, еще на какой-то турнир, который собрались вот как раз-таки анонсифицировать на днях там 20 какого-то там августа, насколько я знаю, 23-26, что-то в районе этого. Ну а так как карта Мирамар это моя любимая карта, я думаю, вы все об этом знаете, конечно же, я задал вопрос, какие места он предпочитает прыгать на карте Мирамар, ну и, конечно, почему именно туда. Ну, почему бы и нет, но на самом деле, мое мнение, Пиката и Хосиэнда это два самых таких именно местных спота, куда нужно всегда падать, если хочешь тренировать, голсфайт, потому что, ну, какие места уже всеми игроками, по сути, по большому счету, изучены, хотя слышишь, сейчас печально будет именно падать на Пиката, давай отлетим на Кимп, потому что там раньше нас на арену падают, типа, да, у меня тоже так думают. Угу. Вот хилится. Ну и в конце решил задать вопрос, связанный с предстоящим обновлением, но если бы точнее, хотел узнать его мнение насчет карты Эрангель 2.0, то есть, что он думает насчет этой карты, да и вообще, ждет ли он ее? Слушай, я как раз только хотел поднять эту тему, вот по поводу Эрангеля 2.0. Очень, на самом деле, жду предыдущего обновления, потому что, ну, мне самому уже не терпится поиграть в новую версию Эрангеля, потому что старая, она немножко уже все-таки поднадоела. Вот, из того, что я там видел, насколько я знаю, теперь на мостах нельзя будет спрыгивать из-за каких-то заборчиков, которые поставят новым обновлением. Правда это или нет, но надо будет смотреть. Ну, короче, мосты на сосновку, понял? Левый и правый, которые через них теперь нельзя будет проезжать таким образом, что если что, можно будет спрыгнуть в воду. Это очень забавно. Ну, а на этом, в принципе, видео заканчивается, ребят. Еще раз хочу сказать огромное спасибо Олдбою за то, что он согласился поучаствовать в таком видосе экспериментального характера. И в знак благодарности я хотел бы вас попросить, ребятки, если вам не сложно, перейти на его YouTube канал, ссылочку я оставлю в описании. Конечно же, подписаться, накидать тык в комментарии, максимально возможно. Ну, и само собой, передать привет. На этом видос заканчивается. Если вы хотите продолжение данного формата, он вам понравился, обязательно ставьте лайк. Как я уже говорил, после 10 тысяч лайков я возьму за вторую часть. Подпишитесь, сделайте репост к данному видосу. Ну, а с вами был Олдбой и Дрим. Всем топ-1.